Доброе здоровья, уважаемые посетители канала! Начинается весна, начинается цветение, начинается пыль И начинается весенняя аллергия, так сказать, на цветение, на то, на все, на пятое, десятое И я вам расскажу именно свой подход, что бы я делал, как бы я делал Для того, чтобы у меня не было аллергии Потому что вот как раз знакомый спрашивал, почему я и видосик пилю насчет этого Значит, смотрите, смотрите, следующее мое рассуждение Вот живет семья Одинаковые примерно условия, там у родителей, там у детей, все там одинаково Ну вот начинается, допустим, цветение И у кого-то из членов семьи начинается вот эта аллергия Сопли потекли, слезы потекли, возможно даже сыпь То есть это своего рода частительная реакция, я так считаю, на какой-то провоцирующий фактор Мои рассуждения Все живут в одинаковых условиях Ну вот начинается, допустим, цветение И кто-то реагирует вот такой вот аллергической реакции А почему, если она общая, эта пыльца летает, почему тогда другие люди не болеют В чем дело? И вот это вот направление, смотрите, я считаю, порочное направление Искать аллерген, что человек, который начал страдать от цветения, там, аллергии Что якобы существует какой-то аллерген, который на него действует И надо найти соответствующие какие-то там препараты и прочее, прочее Для того, чтобы вот эту реакцию прервать То есть подействовать так, чтобы аллергия не развивалась, оборвать ее Но тогда возникает вот такой вопрос А почему остальных ее нет? Значит, дело не в аллергении, который на всех действует А дело в организме, который реагирует на это соответствующим образом И вот когда я как раз с Володей разговаривал Он говорит, вот у меня аллергия начинается, что, что, как делать Я ему сначала, знаете, вот начнем так Мягкие методы какие-нибудь посоветовать Для того, чтобы, ну, особо там не работать капитально над организмом Потому что люди, ну, не любят капитально браться за себя Я ему говорю, да попей вот лавандовый чаек Лавандовый чаек, он говорит, попил, мне нравится, хорошо Но тем не менее, значит, аллергия все-таки как-то вылезла, вылезла Я тогда говорю ему следующее, как бы сказать То есть, чаек не помог Вот эта вот пыль там московская, вот эти вот цветения деревьев Все это на него действует То есть, у него есть предрасположенность У него есть, мои выводы, значит, какая-то зашлакованность чем-то Что начинает, накладываясь внешние факторы Такие, как пыль, такие, как, допустим, пыльца Накладываясь на внутренние Вызывает то, что организм пытается очиститься от всего этого То есть, он уже частично зашлакован Ну, пока эту зашлаковку, грубо говоря, он может выдержать Но как только еще внешне добавляется в виде цветения и пыли, значит, весенней Вот это проявляется Я его спрашиваю А как у тебя работает, смотрите, вот Важно понять, откуда может идти внутренняя зашлаковка Я говорю, как у тебя работает кишечник, там газа есть? Образуется? Да, образуется Есть? Такой грешочек есть Так вот, если газ у вас образуется Есть ли тем образование газа в бурчании в животе Неоформленный стул Ненормальный стул, слишком частый стул Или же запоры Все это говорит о том, что у вас имеется Внутри организма болезнетворная микрофлора Которая вас подтравливает Уже имеется токсическая нагрузка С которой организм более-менее справляется Но как только еще добавляется извне вот эта вот пыльца И пыль городская Значит, начинается, он уже не может Начинается мощно очистить на реакцию Они пытаются от всего этого избавиться Я тогда ему говорю следующее Значит, смотрите Надо нормализовать работу кишечника Значит, тминчик надо регулярно Регулярно, чтобы никакого бурчания не было Чтобы более-менее нормальный был стул Ликвидировать вот этот вот очаг Далее Можно в это же время принимать адсорбенты Ну, допустим, активированный уголь Либо же там какой-то гелий Есть сейчас другой адсорбент в виде гелия Попробовать вот эти вот вещи То есть мы опять-таки еще серьезно не работаем над собой Но пытаемся, знаете, такими, как бы сказать Какими-то мягкими полумерами решить проблему Вот, естественно, надо следить за питанием Если мы не следим за питанием Что-то там едим, постоянно у нас вот вызывается вот это брожение То толку никакого не будет То есть мы постоянно находимся в хронической зашлаковке организма То есть мы уже сделали предрасположенность Для вот этих вот, значит, аллергических реакций Которые внешние Еще разок хочу подчеркнуть Я считаю, аллергическая реакция Это реакция очищения Такая самопроизвольная реакция организма На то, чтобы выкинуть из себя В виде соплей, в виде там слез В виде чихания и прочей сцепи на коже Даже, возможно, и поноса в это время Чтобы выбросить из себя Вот эти вот излишки, которые там накопились В течение там зимы или еще там Какого-то времени года Значит, вот это вот Понимаете, о чем я говорю? Далее, если вы поделали там, допустим, курс целый Сделали, ну, примерно неделю попринимали Вот эти вот энтеросорбенты там Активированные, вот, или вот этот гель А толку нету Значит, тогда необходимо Более серьезно браться за свой организм А именно, мы с вами Начинаем чистить толстый кишечник Хороший такой курс Двух-трех недельный Просто очистительные клизмы Раз сделаем, да? И в конце, или перед этим Если у вас, вы чувствуете, вот Сейчас начнется цветение И вы знаете, что начнется аллергия у вас Уже заранее делайте очистительный курс С помощью клизм И в конце его планируйте чистку печени И не одну, а как минимум 3-4 Так, чтобы у вас вышло одну вы сделали Примерно дня 3-4 отдохнули, чувствуется Вторую сделали Отдохнули, третью сделали И при этом обязательно с травками То есть, что мы хотим сделать Вот этими процедурами Мы хотим ликвидировать интоксикацию Которую, которая в основном идет через толстый кишечник Особенно, чтобы не было никаких запоров Если запоры есть, то их надо ликвидировать Это уже, правда, другая тема Как ликвидировать Мы сейчас говорим об аллергии То есть, их надо ликвидировать Здесь и питание меняем И двигательная активность И хорошее настроение Потому что запоры бывают спастические Просто из-за того, что человек расстроился У него вот такого диаметра толстая кишка Сжимается до такого вот размера Представляете, ничего там не проходит Вот как с мизинец Тут вот так вот расширено А тут вот так вот сжато И все это, естественно, всасывается В кровь и пошла И выводится через легкие Через ваше дыхание вонючее Через кожу Весь организм становится наводненный Вот этой бякой-какой И поэтому чуть что еще снаружи попадает Переполненный организм Он сразу же уже самопроизвольно отвечает Такой реакции аллергической Вот и обязательно, обязательно Чистим печень Печень необходимо почистить Почему? Да потому что Именно печень, как главный фильтр организма Вот это все пытается То, что к нам попадает в кровь От кишечника То, что попадает в кровь Через дыхание Всасывается, значит, в кровь С кишечника Вот эти токсины Если там имеется Если имеется микрофлора Не нужна нам, чужеродная Все это всасывается в кровь И, естественно, печень пытается Все это обезвредить Либо же мы с вами курим Там еще чем-нибудь такое Это еще все через легкие попадает к нам И все это, опять-таки, печень Должна обезвредить Поэтому печу, луночку Надо обязательно почистить И вот практика показывает Если мы сделаем предварительно Очищение кишечника Если мы с вами сделаем Очищение печени Не так, как положено Три-четыре чисточки С интервалом Там, допустим, в три дня В четыре дня Там, в пять дней Смотря как вы чувствуете Восстановились Потому что первая очистка Она довольно-таки тяжелая А потом последующая легче будет Либо же Можете почистить печень Более мягким методом Более мягкие методы Тоже это изложены Я сейчас Их не буду касаться Без масла, без сока Нормальненько будет Ну, в конце концов В конце концов Можно перед наступлением Вот этого сезона Там, когда у вас там аллергия Поголодать Тяжело Не скрою Тяжело Ну, хотя бы вот Хотя бы так недельку А вот если бы неделечки две бы Ну, кто это сможет сделать Знаете, это все слова А когда начинаешь делать Получается То это было бы Очень хорошая Разрушка организма От разного рода Вот этих самых токсинов Но я должен сказать Что даже Примерно двухнедельное Это голодание Оно по своему воздействию На печень Все-таки не сравнится С чисткой печени Чистка печени Это более целенаправленная И более мощная процедура Более эффективная Нежели, допустим Ну, я так считаю Может у кого-то другое мнение Чем, допустим Семидневное голодание Печень хорошо очищается Знаете, на клеточном уровне Когда вы Ну, опять-таки, правда У кого как Ну, лично для себя Я сделал такой вывод Когда вы поголодаете Как минимум Три недельки То есть за три недельки Идет разрушение Клеток печени И образование новых То есть Естественный обмен И вот в результате Вот этого разрушения Там вываливается Черная желчь Черная желчь Мы еще думаем Откуда там это? Да вот оттуда Черная желчь Вот это Вываливается Она там сидит Ну, короче, вы поняли Таким образом Подводим итог Если вы хотите Избавиться От аллергии Которая имеется Важно понимать Что с вами живут люди В тех же условиях Но на них Почему-то не действуют Вот эти аллергены Которые действуют на вас Которые так Усиленно Ищут врачи И предлагают вам Знаете Как бы их что-то подавить А вот им ничего не надо Значит Что там в вашем организме И вы начинаете мягко Ну, допустим Чаек там попили Тот же, допустим С лаванды там душистые Очень хорошо Травки побуривать Просто попринимать Вот это вот Даже без всякой чистки печени Там с недельку Хотя бы Она так Тоже действует Далее Значит Что у нас Энтеросорбенты Попринимать Это все-таки Мягенькие Методы Естественно Пересмотреть свое питание Что вы там А то думаете Я и курю Я там И еще что-то Делаю И у меня должно быть Все нормально И запор еще имею А почему это аллергия Вот у меня И наконец-таки Если вы все-таки Капитально хотите Над собой Работать в плане Аллергии Значит До сезона Этой аллергии Чистите кишечник Чистите печень Еще разок скажу Как минимум Три-четыре раза И как правило Никакой аллергии нету На несколько сезонов Вперед даже Все может вернуться На круги своя И если вы Опять Начнете Вести тот же Порочный образ жизни Разведете Внутри себя Микрофлору Начнете Вот это Газообразование Какие-нибудь Вкусняшки Есть И так далее То есть я вам Высказал Так сказать Свое Мнение Как я думаю А теперь Мнение Это одно А теперь Любое мнение Желательно Подкрепить Практикой И вот Сейчас Я Из Отзывов Которые Мне Люди Присылали Которые Занимались По моим Книгам Так и Хочется Сказать Методы Мои Не работают Которые Рассказывают Как они там Работают Или не работают И так Сейчас я найду Соответствующую Литературу И Пару Тройку Примеров Вам Зачитаю Наш Случай Аллергия На Цветение Делала Клизми Пила По утрам Урину Обтиралась Упаренная Урина После чего Чувствую Свою Бодро И тепло Во всем Теле Кстати Упаренная Урина Опять Таки Это из-за Того Что я Кое Что знаю Кое В чем Я образовал Себя Она Создает Такие Микроконтакты Которые Тянут На Себя В тело Энергии Очень интересно Например Я так Слегка Вам Поясню Например Вы Начали Чем-то Заниматься Довольно Таки Тяжелым И для Того Чтобы В организм Больше Поступала Энергии Выделяется Под Это Своеобразная Жидкость Насыщенная Солями И за Счет Того Что В этой Жидкости Много Так называем Микроконтактов Она Лучше Прямо Сосет С Оружающего Пространства Свободные Электроны Которые Поступая В организм Сразу же Идут Для Окисления И так далее И так далее Чтобы Вы так Понимали Прием Урины Раза В день Отечения Кишечника Компресс Изупаренного Урины На ночь Выходил Густой Гной Затем Вода Из уха Были боли Внутри И за ухом Прошел Хронический Отит То есть Хронический Отит Вот это Вот знаете Он там Где-то Гниет У вас Там В голове Потихонечку Процесс Идет Ну вы с этим Миритесь Как-то То есть Пятое Десятое А когда Вы начинаете Активно Заниматься Вот эта Вся эта Ерунда Выходит С вас В виде Вот это Гноя Густого Гноя Да Во всяком Выходит Прошла боль В ногах Кашель И аллергия Сейчас я вам Приведу пример С этой женщиной Я непосредственно Общался Лицо к лицу Это женщина Из Воронежа В свое время Когда я там Читал лекции Я с ней Общался И вот Приведу примеры Диалога Когда вы начали Заниматься Уринотерапией Уринотерапией Начала заниматься Два года назад В сентябре Постоянно И ежедневно Занимаюсь Января Что вас Побудило К занятиям Уринотерапией Безысходность Абсолютная Безысходность При всем Букете Болезни И полном Отсутствием Медицинской Помощи А эту Женщину Лечили По знакомству Самые лучшие Врачи Воронежа На самом Современном Медицинском Оборудовании С заграничными Медикаментами Лечиться К ним Она пришла Сама Вот что Самое интересное А уйти Не смогла Ее отправили Домой На носилках Отекшую От лечения Букет болезней Арахноэнцефалит Хронический Панкреатит Хронический Холецистит Язва Двенадцатиперстной Кишки Хронический Калит Язвенный Ревмокардит Вообще Затрудняюсь Сказать Какой бы Орган Не болел Аллергия Страшенная Кожа Вся Зудела Чесалась Есть Ничего Не могла Аллергия Лекарственная От перенасыщения Помощи Уже Не было Никакой Предложили Знаете что Предложили Это очень интересно Можно сказать Знаете Гениально Стандартный Ход Когда вот Человека Залечили А он что то еще Может требовать Предложили Психушку Хо 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 Что вы делали Из уринотерапии Конкретно Сразу начала Пить урину Пила столько Сколько Влезала Нечетное количество Лотков От 5 до 15 И лотки Были большие Что по 200 Граммов Выпивала Пила Один раз Утром Втирала Несколько Раз в день Массажи Делала столько Сколько Могла По времени И утром И днем И вечером Но вечером Отказалась А наступало Перевозмуждение Кризмы Тоже Начала Делать Сразу Год Из двух Хребет Урину Упаренную Пью Втираю Спринцую Столько Упаренной Изменив питание Я пришла К выводу Что урина Стала лекарством Приятная на вкус Ароматизированная Без всяких Осложнений Когда я ее кипячу Дома И находятся Чужие люди Они ничего не чувствуют Над плиткой Имеется Вытяжное устройство Какие у вас достижения Воздоровления организма Мне 52 года Я практически вернула себе здоровье 35-летней женщины Бегаю Прыгаю Скачу Хожу по снегу Плаваю до морозов Одним словом Радуюсь жизни Вовсю В районе солнечного Восплетения Испытываю костер Который меня согревает А из глаз Так сказать Два прожектора Светит Я вернула себе То здоровье Которого Потеряла Можете почитать Это все описано В моих книгах Целительные силы Том 3 Страница 155 В октябре 1996 года Заболел желудок Появилась сыт на лице Зуб Заключение врача Атрофический гастрит Эрозия стенок Триполипа Сразу врач Предложил После лечения Эрозии Удалить полипы Черные волокна И камешки Похожие на увлажненный каучук Песок Похудело Лицо Очистилось Утро Начиная с умывания урины Обтиранием ступней Промываю глаза Нос Закапываю в уши Перестала чихать Была аллергия На пыль И лекарства Гриппом В эту зиму не болела 6 мая 6 мая 1997 года Прошла повторную Эндоскопию Желудка Полипов И эрозии Нет Мне 58 лет Рост 156 сантиметров Вес 49 килограмм Всю жизнь меня сопровождались Запоры С 12-13 лет Точно не помню Сухой плеврит В начале 60-х Гайморит В конце апреля 1970 года Стационар Язва желудка В июле опять Стационар Обследование Показывает Что у меня Сильнейшее воспаление Желчного пузыря А язвы желудка У меня не было Был не точный диагноз Сколько принято Лекарств И все напрасно Когда после обследования Начали лечить Холестицит То я вся покрылась Лепешками Которые сильно Чесались После этого Часто беспокоили Фурункулы Пока в санатории Не сделали Переливание Крови Весной 1977 года Вазомоторный Ренит То течет Из носа То перекроет Спала С открытым ртом Чем только Не лечили В платной Поликлинике Делали Блокаду Гидрокортизоном Облегчение Было кратковременное Аллергия Сильнейшая Почти на всем И так Продолжалось Несколько лет Последнее время Уже был Запах Изо рта В мае Месяца 96 года Я увидел Вашу книгу Уринотерапия И сразу Купила Прочитала И сразу Начала С уриновых Клизм И пить По одному Три глотка Рано утром Через неделю На икрах ног А потом На пятках Потрескалась кожа Трещины Были Глубокие И очень Болезненные Но потом Все прошло Больше Никаких Кризисов Не было Питалась Пошаталовой Салаты Без масла С грецкими Орехами Гречневая Каша На ужин И тоже Без масла Морковный Сок Каждый День В результате Такого питания Плюс Клизмы Я почувствовала Такое Облегчение И я летала Зубы стали Белые Появилась Гибкость Много Двигаюсь Как я питаюсь Слабо тушеные Овощи Капуста Морковь Лук Проросшую Пшеницу Прокручиваю Через мясорубку Иногда Делала Из нее Хлеб Каши Варю Минуты Две Три Потом Доходит Минут Пятнадцать В термосе Крупы Предварительно Замачиваю Иногда Но очень редко Употребляю С овощами Тушеными Куриное Тушеное Мясо Молоко Не употребляю Час Завариваю Солодкой И пью С медом Мне Сорок Четыре Года Уринотерапией Начала заниматься Опять лет Назад А побудило Меня К этому Абсолютно Безысходность И полное Отсутствие Медицинской Помощи Десять лет Болела Хроническим Бронхитом Был шум В ушах На этой почве Появилась Аллергия Особенно Во время Цветения Дошло до того Что мне пришлось Отказываться Вообще От воды Как только Я выпью Воду Начиналось Предгриппозное Состояние Начинало Течь Из носа Залаживала Нос Шум В ушах Все эти годы Лекарства Уколы Которые Естественно Не помогали Один врач Мне посоветовал Просто отказаться От воды Он сказал Я знаю Очень многих людей Которые вообще Не пьют воду Других лекарств У нас нет Потом появилась Сыпь на коже Опять врачи Не смогли Мне помочь Я расстался Месячные шли Нерегулярно Появились морщины Я постарела На глазах Была очень Раздражительно Нервничала По пустякам Срывалась И вот В 1993 году Мне случайно Попались Ваши книги И я сразу Да не только я А вся моя семья Начала лечиться Я голодала Почистила Кишечник Печень Бегала По утрам Делала холодное обливание Пила по утрам Урину Все это дало Свои результаты Я похудела На 10 кг Так вот Конкретно Могу похвастаться Что вылечила Себе Хронический бронхит Аллергию Сыпь на коже Прошла Вылечила Все женские Болячки Холецистит У меня Лопались Глазные капилляры Глаза Постоянно Краснели И слезились Прошло Запоры Прошли Шум в ушах Исчез И нормализовались Месячно Разгладилась Кожа Исчезли Морщины Я благодарю Вас За то что Откликаетесь Проявляете Свою Благотворительность На поддержание Канала Благотворительность